Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия готова к вводу западных войск на Украину. Руководитель российской делегации по вопросам военной безопасности на переговорах в Вене Константин Гаврилов в интервью РИА Новости заявил, что российское руководство готово к любому сценарию на Украине, в том числе к вводу западных войск. По словам Гаврилова, западные лидеры, публично рассуждая на тему отправки войск на Украину, пытаются испытать российское руководство на прочность, а оно к этому готово. Российский дипломат напомнил о словах Владимира Путина о том, что у России нет и не будет никаких красных линий относительно ответной реакции на агрессию западных стран. Речь в частности идет о готовности применить ядерное оружие в отношении стран, которые предпримут шаги, которые создадут военную угрозу России. Для России не имеет принципиальной разницы, чьи иностранные войска отправятся на Украину. Это могут быть войска Франции либо любой иной страны, а равно коллективный воинский контингент НАТО. По мнению Гаврилова, западные лидеры с заявлениями о вводе войск на Украину, в числе прочего, пытаются отвлечь внимание своего населения от экономических проблем в своих странах. Руководители западных стран также пытаются объяснить своему населению необходимость дальнейшей поддержки Украины. Очевидно, что сейчас в странах Европы растет недовольство растущей поддержки Украины, которая вовсе не делает ее сильнее в экономическом и военном отношении. Бюджеты европейских государств бесцельно сгорают, вместе с переданной ВСУ западной военной техникой. Прямым следствием близорубких шагов является ухудшение социально-экономического положения в странах ЕС. Вместо инвестиций в свои экономики, строительство дорог, создание новых предприятий и рабочих мест, деньги бездумно расходуются на закупку снарядов для Украины в третьих странах. Гаврилов также обратил внимание европейских политиков на ошибочность курса, направленного на возведение вблизи российских границ высокого забора. Отсидеться за ним, за забором, а равно под американским ядерным зонтиком, не получится. Отвечать придется всем за ущемление российских интересов. Друзья, сегодня в 21.30 по Москве в закрытом телеграм-канале выйдет материал на тему, почему Китай заинтересован в продолжении российской спецоперации до победного конца и в полном освобождении Украины. Подписаться на закрытый канал можно по ссылке в описании под этим видео.